Всех приветствую, с вами Нелис, и сегодня я вам расскажу информацию о 2.11. Обойдусь без всяких нутных и долгих прелюдий и сразу перейду к делу. А в конце уже выскажусь о стримах и о том, что вообще происходит на канале. Сейчас я вам расскажу всю информацию на данный момент о новом обновлении, то есть 2.11. Ну и естественно, мое мнение о них я тоже буду говорить. Повторюсь, всю информацию, так что если вы что-то подобное уже слышали, то не нужно об этом писать, потому что я знаю, что до этого люди рассказывали об этом в своих новостных видео. Я же решил взять некоторые слухи с разных ресурсов и рассказать вам абсолютно все о новом обновлении. В том числе и то, что не успели рассказать на русскоязычном ютубе. Вся последующая информация взята с интернета и ютуба, и она никак не подтверждена роттопом. Естественно, кроме тех случаев, когда на всяких стримах модераторов ПГД наш разработчик рассказывает о 2.11, но даже с этим моментом может быть что-то неверно. Роттоп спокойно может передумать или саркастично что-то написать, а большинство воспримет это всерьез. Ладно, давайте приступим к нововведениям. Недавно роттоп на стриме написал, что он добавит удобную вкладку текстурпаки. И как я понял, если ты захочешь быстро сменить текстуры, то тебе не придется копаться в файлах игры и заменять их. Можно будет просто зайти в какую-то вкладку игры и сменить их. Не, ну круто же, со временем роттоп становится более объективным и добавляет то, что реально нужно некоторым игрокам. Примером также может служить следующая информация насчет вкладки Favorite Levels, что переводится как Любимые уровни. Скорее всего, это реализуют крайне очевидно, то есть добавят вот здесь еще одну вкладку Favorite Levels, в которую будут попадать уровни, которые вы файловнули с помощью специальной кнопки. И это будет достаточно удобно. Бывает, хочешь запомнить какие-то уровни и перепройти их, но это просто-напросто не получается, потому что нужно будет либо рыться во вкладке Save it, либо вовсе их куда-то записывать. С этого момента пойдут дикие баяны, но тем не менее, многие о них не знают. Icon Contest, ну как же без него? Я целое видео ему посвящал, из-за крайне крутой отборки свинкоптеров. В чем суть? Робтоп, Мичиган, Эдзер и Король Копипасты организовали конкурс на иконки. Они создали почту, куда фантазерам можно было скидывать иконки, которые они создавали. Конкурс закончился больше месяца назад, и все иконки, которые отобрали, добавят 2.11. Ой, сколько я это уже раз повторил. Также я наслышан, что они будут открываться с помощью орбов, а не каких-то ачивок. Звучит, конечно, прикольно, но немного странно устраивать отдельно конкурс и отбирать с него иконки. Намного перспективнее было бы сделать с магазином, как и с уровнями. То есть добавить отдельную вкладку и редактор иконок, где можно было делать скины и прочее. Далее выкладывать с предположительным количеством орбов. То есть, как и с уровнями, но в этом случае сделать возможность лайкать и голосовать за какую цену можно купить какую-либо иконку. Ну и после райта робтопа эта иконка попадала в магазин. Надеюсь, мою идею когда-нибудь услышат и как-то распространят. Ведь робтоп довольно-таки творческий человек, но как по мне, явно не каждый разработчик сможет сделать настоящий движок для игр, на котором уже RPG уровень со своей вселенной умудрились сделать. Ай, жесть. В принципе, реализовать эту систему иконок ему вряд ли будет сложно. Хотя, если говорить про простые обновления, то странно, что он до сих пор не добавил высокие текстуры. Если вы не поняли, к чему я это говорю, то скажу. В 2.11 наконец-то добавят текстуры высокого разрешения. Лично мне будет интересно, какая будет графика на Panasonic. Хотя, он у меня и так не запускается. Вот. Ладно, вроде как больше ничего не добавят в следующая версия. Но если вы хотите такое же видео, но уже о других обновлениях, то напишите об этом в комментариях. Ну а пока что я немного расскажу о канале. Сейчас началось лето, и я планирую стримить каждый день. С помощью этого я смогу пообщаться со зрителями и насобираю на SSD. И мне будет гораздо комфортнее работать. А значит, видео будут выходить намного чаще. Кто не знает, что такое SSD, а таких много, судя по моему чату на стриме. А в общем, сейчас вам все объясню. В отличие от жесткого диска, он гораздо быстрее читает и записывает информацию. То есть Windows, как и все остальные программы, будут гораздо быстрее запускаться и работать. Что очень удобно, а значит, видео будут выходить чаще. Более подробную информацию ищите в гугле. На этом все. Приходите в любой день на стрим, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Нелис, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok